Ребята, всем привет! С вами Александр, Линка Гэйм и Jurassic World The Game. И это, конечно же, любименький наш новенький гибридик Индораптор. И сегодня мы будем сражаться именно им. Так, у меня вылупился еще один. Это занимает чертовски много времени все это дело. Давайте мы его тоже качнем. Какое-то мы задание еще выполнили. У нас есть три Индораптора. И будем три боя проводить. И будем в каждом бое брать одного Индораптора. А боя нам, ребятки, предстоять? Ё-моё, какие непростые. Смотрите и плачьте вместе со мной. Так, у нас пахигалозавры. Так, ну и нам нужно как-то попытаться затащить. Чтобы нам брать, это еще Индораптор, ё-моё. Так, где мы там Индораптор? Он мне, конечно, слабоват, получается, наш Индораптор. Вот он, где находится. Ну, давайте попробуем взять парочку амфибий. Допустим. Даже вот не знаю. Давайте первый пойдет. Вот такой вот красавчик. Он накопит баллы. Потом выскочит Индораптор. Так, ну, просто у него реально много жизни. То есть, что брать? Астапозавра какого-то. Ну, допустим, взять Горгазуха. Такого. Давайте посмотрим, если взять еще одну амфибию, что у нас тут получится. Тысяча бить. Восемь ударов. Две тысячи бить. Ну, на самом деле, пахигалозавра никак не уступает нашим амфибиям. Ну, давайте будем пробовать. У нас будет три крутых боя. Мне самому интересно, что будет. Ну-ну-ну-ну. Так, так, так. Главное здесь... Быстро не умереть. Желательно, конечно, бы по одному побеждать. То есть, каждый, чтобы мой динозавр победил одного врага. То есть, у него сейчас по нулям. Так, ну, я атаковать не буду. Пока у нас есть такая возможность выдержать еще два балла без проблем. Так, давайте сделаем даже вот так. Оуу! Он три в защиту поставил. Ну, вот так вот как-то давайте рискнем. Блин, четыре в защиту поставил. Ничего себе! Если он будет ставить в защиту постоянно с его-то 18 тысячами, это будет печально. Ха-ха! Да, бой идет не очень. Ладно. Смотрите, офигел вообще! Во! Ха-ха! Я его подловил, ребята! Я его подловил! У него теперь по нулям. Раз, два, три, четыре, пять. Приходится бить пять ударов тридцатым горгозухом, ребята. Пять! Так, ну, следующий должен у нас, конечно, пойти Индораптор. Так, у него четыре, что он будет делать? Атакует на все четыре. Ну, это нам на руку. Наш Индораптор сейчас его легко съест. Хотя, не так уж-то и легко. Придется много баллов потратить. И это будет наш опасный момент. Блин! Семь баллов приходится бить, ребята. Семь. Это очень плохо. Мы сейчас просто очень легко потеряем Индораптора. И наш противник будет иметь много баллов. Ну, я бы этот бой легко выиграл, если бы не, вот, взял сюда этого самого слабенького Индораптора. Вот, как бы, в чем дело. Он знает, что мы его пробить не можем. Что-то мне кажется, что нам стоит четыре поставить в защиту. Хотя, наверное, зря я это сделал. Так, дело в том, что если он проатакует на четыре, я-то четыре не выдержу. И вот где-то сейчас уже подходит время. Возможно, мы упустили. Так, смотрите, что сейчас. Четыре удара. Две с половиной тысячи. Это было бы десять. Десять. Никак бы я его не пробью, ребята. Никак. Ну, давайте рискнем. Три мы, кажется, тоже не выдержим. Блин! Вот сейчас мы пролетели. Четыреста баллов нас отделило от победы. Я вот думал, два поставить либо один. Ну, ладно. Ничего страшного. Ничего страшного не произошло. Зато Индораптор как бы свое взял. Так, ну что. Кого будем брать далее, ребята? У нас есть вот троица самых сильных. То есть мы, в принципе, здесь можем выбирать. Можно взять... Давайте возьмем... Все-таки пахигалозавра возьмем одного. Возьмем двадцатого. И возьмем остапозавра. Так, ну, может я даже погорячился. У нас же еще все-таки два боя впереди. Я же один проиграл. Я почему-то его посчитал, что я выиграл его. Так, он атакует сейчас по два. Абсолютно, видите, не такая стратегия. То он сидел в глухой защите, здесь он сидит в полной атаке. Давайте посмотрим. Три. Атакуют по полной. Но ничего, это позволило нам легко его пробить. И три балла есть у Индораптора. У Индораптора двадцатого уровня. Начало у нас было довольно сложное. Ну, потому что, опять же, нужно стараться брать как можно более слабых. Чтобы оставить более сильных на следующий бой. У нас три все-таки боя. Мы ведем войну, а не один бой. Так, ну, теперь Индораптор. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, и он знает, что он Индораптора пробьет. Это, конечно, нехорошо. То есть, он нас проатакует на четыре, а у нас будет шесть. Ну, мы должны, по идее, пробить его. Должно хватить. У нас будет удар в районе трех. Он обязательно атакует на все четыре. Это можно использовать нам на руку. Я этот момент заметил, и потому он не ставил в защиту. Ну, и раз, два, три, четыре. Четыре удара хватает. Два еще балла у нас осталось в запасе. Так, посмотрим, какие сейчас у нас будут противники. Я бы хотел, если будет такие же три, взять три амфибии. Ну, хотя, мне кажется, три амфибии будут похуже. Так, что у нас теперь идет? Да, у нас такие же идут бои. Так, хорошо. Индораптор, Юдон и Метриофодон у нас пойдут, скорее всего, на следующий бой. Здесь же у нас есть... Так, давайте посмотрим, что у нас ближайшее есть по амфибиям. Есть Мастодонзавр. Он будет бить вот так. Ну, давайте попробуем. Что нам терять-то? Попробуем, смогут ли три амфибии, вот старых наших, да, совладать с пахигалозаврами. Ну, ставим в защиту, поскольку, я думаю, он будет нас атаковать. Наша задача пропускать по одному баллу, не более. Ну, хотя сейчас прилетит нам два. Так, не будем защищаться. Три, три, если прилетает. Один прилетел. Ха-ха-ха. Сейчас, значит, мы его немножко продамажим. Но он поставил, скорее всего, три в защиту. Он же такой жук-хитер. Два в защиту. Но ничего, сняли ему немножечко пятерочку. Будет легче по стазуху пробивать. На все четыре. Отлично, ребятки, отлично. Теперь, что мы делаем? Раз, два, три, четыре, пять. И три все-таки переносим. Пять, много, много, конечно. Пять. Подождите, мы, мы, остапозавр за шесть его пробивал полностью всю жизнь ему. Ну, там был бонус. Вот это подло было. Это было очень подло. Получается, что мы, наверное, сейчас не пройдем. Он балл один приберег, ребята. Три, четыре, пять. Да. У него будет пять, и он легко нас пробивает. Но даже если бы у него было четыре, он все равно бы нас пробивал. Как видите, якобы такие сильные амфибии, которые имеют преимущество против пахи-галлозавра, не прут. Только да, вот один балл, конечно. Но мы бы все равно не смогли его пробить. То есть, если бы мы поставили в защиту, за четыре мы все равно его никак не пробиваем. Потому давайте будем брать уже нашу другую троицу. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Давайте пойдем. Нас ждет Индораптор. Я специально его берегу, чтобы там уже у нас было, как бы, ну, все в шоколаде, что ли. Ну, по-разному ведет себя противник. Смотрите, то атакуют, то не атакуют. Смотрите, на один проатаковал. Сейчас в прошлом будет атаковать, типа, на три, да? Ну, давайте один поставим. Нет, смотрите, один балл защиты. Вообще по-разному ведет себя. По-разному. Так, ну, надежда, конечно, на горгозуха. Мы опять же снимем пятерочку. 12 тысяч осталось много. А, эти сороковые уже дальше идут два. У-у-у-у, это нам реально повезло. Ну, пробили его. А ему нужно атаковать на три. И он будет нас атаковать сейчас на три балла. Потому что он может убить нас за три. Это сто процентов. Он знает это. И он обязательно это делает. Так, сколько же нам здесь нужно балла? Ну, нам придется все-таки посидеть в защите. Давайте мы подменимся. И сейчас его продымажим. Ну, вот так. Надеюсь, пробьем. Блин, три балла. Не пробиваем. Он знает, что у нас есть два. Он атакует нас на четыре. Железобетонно. Потому что он может убить нас за четыре балла. С учетом всей нашей защиты. Так, теперь раз, два, три. И у него будет четыре балла. Он ничего нам не может сделать. Потому что мы спокойно можем эти баллы перенести, ребята. Вот это бой просто. Ух, один из таких самых интригующих за все время. Четыре. Атакует всего лишь на два. Так. Мы его пробьем за пять. Раз, два, три, четыре. За четыре мы его пробиваем. Отлично. Астапозавр с ударом 2900 пробивал его за шесть. То здесь мы даже за четыре смогли его пробить. Так. Ну, у нас теперь осталась самая сильная троица, ребята. И на этот момент нужно поставить видео на паузу и поставить лайк. Так. Ну что, поставил лайк? Не, не поставил лайк? Не, ну тогда не будем драться эндоминусом. Возьмем каких-то там юдонов, приатродонов. Да и раджезавров. И пойдем себе. Посражаемся. Да нет, я шучу, конечно, ребята. Я сказал, значит мы так и сделаем. Так. Пойдет у нас... Юдон, Индораптор и Метриафодон. Или давайте Индораптор напоследок оставим. Ладно, пусть будет так. То есть это должна быть наша победная троица. Иначе никак. Ну, юдон примерно равен пахигалозавру. Если так уравнять, да. Ну, может чуть-чуть сильнее все-таки пахигалозавру, потому что у него слишком большой перевес по жизни. Так, ну противник сейчас сидит в защите, как вы видите. Но сейчас мы уже начнем его понемножку пробивать. Да и он тоже нас начнет пробивать. Три-шесть. Мы выживем. А у него по нулям. Правильно я понял. Блин, что-то так заболтался с вами, ребята. Ладно. Не по нулям у него. Нет по нулям. Ну, по крайней мере, я его пробил. Так, четыре. Ну что? Прикольно. Юдона хорошо пробивает. Да, три-шестьсот это как горгазух у нас бил там. Примерно. Три-семьсот. Шесть. Пробивает на все шесть. Ну да, он знал. У нас четыре в защите, плюс два сверху. Но у нас теперь есть шанс, что Индораптор у нас сейчас завалит двоих пахигалозавров, ребята. Один, два. Он покойник. Раз, два. Мы легко выдержим два удара. Ну, Индораптор здесь просто рулит. Пять тысяч удара. Да. Да-да-да. Здесь два динозавра. Даже первого можно взять чуть ли не любого, конечно. И как-нибудь выкрутиться. Ну, нам пофигу, что он сделал, как бы. Он защищался, он не защищался. Мы его просто рвем в клочья. И вот такой вот свирепый прыжок Индораптора. И, как говорит нам Jurassic World Evolution, Индораптор сильнейший зверь в нашем зверинце. Ну, конечно, награда. Вообще нам такая не нужна. Тысяча очков лояльности. Абсолютно не надо. Я здесь сражался только для того, чтобы показать вам эти прекрасные бои, ребята. Так что, надеюсь, вы поставили лайк. И подписались на канал, кто еще этого не сделал. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.